Доброго дня, здравствуйте, Республика Астан. На сайте Минтруда появилось введение обязательных пенсионного сопроработодателя. Значит, вводят его теперь. Помните, когда нам товарищ Назарбаев, финансовый гений, конечно, рассказывал о том, что накопительная система должна вытеснить солидарную систему? Не получается. Накопительная система, здесь уже явно говорят, что она, взноса самого работника в ЕНПФ недостаточная. То есть, получается, финансовый гуру ошибался, и, соответственно, вводится снова новый элемент социального обеспечения. Просто это не могут сказать, что это советская система. Они называют новую, казахстанскую, значит, систему. Финансовый гений у нас решили. И переводят снова у нас, ну, по сути, это все равно солидарная система, где нужно перечислять деньги в ЕНПФ, 5%, 5%, вот здесь он в законе, это статья 25.1, в размере 5%. Будем перечислять в ЕНПФ, но эти деньги вам выплачиваться не будет. Это будет учитываться 100. 60 месяцев, тогда вы получите свои накопления. На что бы я хотел обратить внимание? Вот если мы возьмем ставку обязательных пенсионных взносов, там есть ограничения. Обязательные пенсионные взносы берутся с дохода не больше, чем 50 минимальных заработных плат, то есть ограничения. Ну, в 2022 году это не больше, чем 300 тысяч деньги, можно перечислить. А вот по обязательным пенсионным взносам работодателя, в том числе, в статье 25.1, вот такого ограничения по сумме доходов нету. То есть, если обязательные пенсионные взносы не больше, чем 50 минимальных заработных, то здесь можно и там сколько угодно. Сколько есть за зарплату, будут держать все. Ну, видать, денег не хватает. Финансовые гения, они все могли предусмотреть, как мы узнаем. Поэтому очень интересно. И причем обратите внимание, еще раз скажу, что пенсионный фонд это вообще чемодан без ручки. Это там просто трудоустройство детей, наверное, высокопоставленных сотрудников, потому что они ничем не управляют. Все взносы переводятся в национальный банк. Управляет активами только национальный банк. А пенсионный фонд, даже на сайте ЕНПР, обратите внимание, да, накопительная система, пенсионный фонд только учитывает и выдает вам расписки. Он не владеет ничем. Чемодан без ручки. Трудоустройство для детей высокопоставленных сотрудников. И все. То же самое будет с обязательным пенсионным взносом работодателя. 5% собираются, ограничений никаких нет. Они будут перечисляться в пенсионный фонд. И с него будет выплачиваться та же самая солидарная пенсионная выплата. Только будет называться условно накопительной пенсии. Вот и все. Поэтому, как Иосиф Иосифович Тарин сказал, наше будущее поколение будет строить свое будущее на завоеваниях нашего настоящего. То есть мы все равно так или иначе возвращаемся в Советский Союз. Хотим мы это? Не хотим. Потому что вот эти финансовые гуры, которые там нам рассказывали о том, что все расцветет и распахнет. Ну, мы видим, да, Америка в депрессии. Ну, про Англию вообще говорить нет. Это всегда унитазом было. Европа тоже ничего не может создать. То есть Россия отключила газ и вся Европа с Америкой порутилась в хаос. Каменный век уходит. Поэтому то, что сейчас происходит, это война. Вот то, что на Украине. Это война Запада, рабовладельческой системы управления миром. И с теми людьми, которые хотят получать достойную оплату. Вот Россия отключила бесплатный газ, да, но вот они сейчас уходят в феодализм, да, там, в средние века. Наша зарплата недооценена. И вот нам рассказывали про управление пенсионным фондом. Тоже нет. И возвращаемся опять в Советский Союз. Вот такая статья. Я не знаю, почему там не скажешь, что нужно возражать уже Советский Союз. То есть вообще использовать опыт советского социального обеспечения. Хочу напомнить, после Великой Отечественной войны, именно в Советском Союзе первой была отменена карточная система и были снижения цен. В Европе, там, в Англии еще долго они после войны ели по карточкам. Не все было. А в Советском Союзе все восстановили без внешних заимствований за счет собственных средств. Потому что не надо было перечислять деньги в Америку. А сейчас мы платим туда все. Россия сейчас воюет. Воюет в том числе и за Казахстан, чтобы наше государство могло иметь самостоятельность. Но тем не менее потихонечку экономика доходит. То есть, что вот этот, якобы, финансовый либерализм, он себя исчерпал. Ничего не значит. Он ничего не стоит. Это только сказка в пользу дураков. Теперь, наконец-то, начинаются финансовые средства собираться внутри стран. Единственное у меня вопрос. А куда эти деньги будут выдаваться? Вот как нам Толкаев рассказал, что это будет передаваться частным компаниям. То есть, у государства видения, куда тратить, нет. Да, если Россия задала хотя бы вооруженные силы при военном бюджете в 10 раз меньше, чем только Соединенные Штаты Америки. Не говоря там про все вот это вот европейский фашизм, да. И она может противостоять всему этому миру. Как, кстати, во Второй мировой войне Советский Союз противостоял всему миру, да. То я не понимаю, куда Казахстан девает свои деньги. Да, ну понятно, что мы финансируем Америку до сих пор, Англию финансируем до сих пор, там, Европу финансируем до сих пор. А Россия отказалась. Поэтому сейчас идет война. В том числе за наши ресурсы. Поэтому вот эта роспись собственной беспомощности несостоятельности великих мыслителей, финансовых гуры, для меня это наглядно. Что меня больше всего здесь удручает? Обратите внимание, вот 16 лет Двисейнова обсудил вопросы сотрудничества с представителями Всемирного банка. Что такое Всемирный банк, который приезжает и рассказывает, что, ну, наша страна, конечно, это отстой, живут дикари, да, и надо все деньги передавать светлыми европейцами, светлыми американцами, светлыми американцами, они потому что знают, как это могут делать, сидят на наших дешевых углеводородах и нам рассказывают, что мы плохо себя ведем. Это, конечно, говорит о том, что наши финансовые гуры до сих пор не могут прийти в себя, то есть они не способны изучать собственную историю своей великой страны, своего великого прошлого, но верят сказкам рабовладельцев, которые пытаются видеть нас, приматов, которые бесплатно за бусы отдают свои природные богатства. И это меня, конечно, расстраивает. Хотя вот введение обязательных пенсионов до сработодака это фактически откат к советскому системе обеспечения, солидарной пенсии. Без этого невозможно никак. Тем более в нашей экономике, где процентные капиталы, где банки зарабатывают проценты, зарабатывает не тот, кто производит товары, а тот, кто выпечатает бесплатные деньги. Ведь это все, что деньги есть, это же реально большинка, да, это просто подают под наши собственные долги. Не под наши запасы, а под наши валютные, золотовалютные резервы, так называемые, да, то есть под деньги с тех стран, которые свою экономику уничтожили полностью. Проблема в том, что в наших финансовых учреждениях в правительстве сидят выпускники тех же самых западных институтов, которые по-другому мыслить не умеют. Им засрали мозги настолько, что они могут только говорить, что великая экономика Европы и Америки способна решить все вопросы, хотя те уже на дне, да. Но чему научили их, они другого просто принять не могут, они в состоянии же глянут на собственную историю. Как Казахстан с Россией, Узбекистаном, как страны Советского Союза смогли вырасти до экономического уровня, который до сих пор мы проедаем, конкретно Казахстан. Поэтому вот такая статья очень интересная и примечательно обратить внимание, что вот этот Всемирный банк приехал за нашими деньгами. Он приехал за нашими деньгами, рассказывает, какие мы дураки, какие мы необразованные, какие мы глупые. Но вот это, это конечно печалит. Но то, что мы возвращаемся потихонечку, просто из-за экономической ситуации возвращаемся к советскому опыту, это радует. Но то, что сидят у нас предатели в руководстве правительством, наверное, да, и пытаются передавать наши заработанные деньги белым господам, это конечно печалит. Но я думаю, после завершения антитеррористической операции противостояния России с Европой все придет в порядок и граждане нашей страны будут иметь право на собственное мироустройство, на собственную жизнь. Не по подсказке белых людей, да, которые на самом деле с голой задницы, они сидят на наших ресурсах. А можем, может, строить сами, опираясь на собственность историю Советского Союза, тот, который противостоял всем, несмотря на все санкции, ведь Советский Союз был санкцией с 1917 года. С 1917 года был под санкцией. В этом ассоциационном состоянии подготовился к войне, сломал хребет всему европейскому фашизму, в том числе Америке и Англии, которые помогали Гитлеру. И Японии наваляли, подняли Китай, подняли Индию, да, то есть Советский Союз, и мы, наследники этой истории, великая история, мы могли все это сделать. Хорошо, что с нынешней ситуация заставляет нас аккумулировать деньги внутри себя. Ну, надеюсь, что вот Всемирный банк, обратите внимание, как мы вводим пенсионную систему, где начинаем аккумулировать денежные средства сюда, и Всемирный банк уже прибежал за этими деньгами. Надеюсь, что такая, будучи хотя бы не сам экономистом, найдет хороших людей, которые помогут построить ему нашу экономику, независимую от рабовладельцев, не придавать интересы собственных граждан, а начать строить экономику нашей страны, в интересах наших граждан. Это важно, и дай Бог Россия победит, и мы обретем не заявленную независимость, а фактическую независимость. Поэтому поздравляю вас, наконец-то, с введением этой солидарной части системы пенсионного обеспечения, но надеюсь, что наши деньги не уйдут за рубеж, и мы начнем строить собственную экономику. А у меня на сегодня все. Ну, такие мысли, такие события.